День своих небесных покровителей, мучеников Виктора и Викентия, отметил глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Архипастер в сослужении епископа Душанбинского и Таджикистанского Петерима совершил в соборе Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию. А в воскресный день здесь же архипастер молился вместе с еще одним гостем епархии, митрополитом Калужским и Бравским Климентом. После богослужения архиереи говорили о значении книг в современном мире. В эдаке Викентий напомнил всем о том, что в эти дни в Ташкентской епархии проходит международная православная книжная выставка-форум «Радость слова». И особо подчеркнул, что с момента крещения Руси книга играет огромную роль в нашей жизни. Первая книга, которую читал наш народ, наши соотечественники, это книга Святого Священного Писания Нового Завета «Апостол», и на этой книге воспитывались наши люди в вере православных. Сегодня для нас, людей, живущих в 21 веке, нет никаких преград для того, чтобы читать православную литературу, но многие этого не ценят. Однако еще не так давно то изобилие православной литературы, что есть сегодня, сложно было себе представить. «Кроме те, тяжелые годы, когда книг не было, когда Евангелие переписывалось, когда послужение и детство тоже переписывалось, когда молитвы, это было отличающие песни, невозможно было приобрести». Архипастрии обменялись памятными подарками и прошли непосредственно на книжную выставку. А в минувший вторник, в день памяти мучеников Виктора и Викентия, глава Ташкентской епархии отмечал день своего небесного покровителя. На это торжество поздравить правящего архиерея в Свято-Успенский кафедральный собор города Ташкента съехалось духовенство со всей епархии. В этот день в адрес митрополита Викентия было сказано очень много добрых, искренних слов и пожеланий. «Действительно, мы обо всех ваших пригодах, не только вашей епархии, но и соседних епархий, за которые вы тоже отвечаете, о которых тоже отвечаетесь, особенно о нам, о Татарстане. Мы чувствуем эту заботу, эту любовь вашу и внимание ваше к нам и особо благодарим вас». В Эдеку также поздравили преподавательский состав и студенты Ташкентской православной духовной семинарии, сотрудники собора епархиального управления, типографии и, конечно же, прихожане. «Действительно, мы любимый светлый праздник, долгих без желаний!» «Спасибо! Благодарю вас!»